Приветствую, дамы и господа, я Роман Головин и сегодня мы будем разговаривать о растении очень интересном Саган Дайле Очень полезное, очень серьезное растение Многие об этом даже никогда и не слышали Можно его поставить в один ряд и с золотым корнем, и шиншенем, и радиолой розовой По-другому называется еще бурятский чай Также есть у него такие названия, как душистый богульник, белые крылья В Тибете такое больше называют И естественно есть у него название ботаническое Рододендрон, адамса так называемый Но мы будем попроще называть, чтобы я не особо вас напрягал Бурятский чай, Саган Дайля так называемый Другие названия в Лек сейчас не буду использовать Если кому-то интересно, можете посмотреть, как его собирать более подробно Я сегодня об этом не буду так долго и глубоко говорить И как все рододендроны, этот вид имеет декоративный вид и красивые цветы Это вечно зеленый кустарник, достигает высоту 50 сантиметров Предпочитает все-таки такой более влажный климат Северный, растет в Бурятии в основном, в Тибете, в Монголии На Дальнем Востоке, в Сахалин Даже вот если посмотрите в интернете, есть карта такая, да, Россия Где в основном этот кустарник преобладает Обычно он раскидывает очень широко свои ветви Листья сагандали овальной формы, с острым кончиком Верхняя часть окрашена в зеленый цвет, нижняя в оранжевый, желтый и серый цвет Узнать сагандали можно и по интенсивному запаху Запах у него на самом деле очень потрясающий Пахнет земляникой И с удовольствием многие его и пьют Можно его, конечно, пить как отдельно, настаивать И можно добавлять, кто еще до сих пор пьет и чай обычный Можно и сочетать с чаем его Там также есть и дубильные различные вещества И танин содержится Очень большое количество различных веществ в нем содержится Естественно, на 100% сегодня я не расскажу про него Думаю, что и традиционная медицина, и современные ученые до конца еще не изучили его Насколько он обладает потрясающими различными свойствами Также влияет и на сердечную сосудистую систему И желудочно-кишечный тракт, и на половую сферу влияет Урежает сокращение сердечное сокращение Ритм сердца уменьшает Приводит к брадикардии так называемой Влияет и на сосуды, и на потенцию влияет Дает очень много силы людям Недаром его используют в специальные предназначения, в спецназе, в специальных службах И причем его не нужно такое большое количество, например, как иван-чай или других растений Его достаточно несколько листиков заварить на стакан Не заварить, а настоять более правильно Настоять до 45 градусов, я всегда говорю Потому что когда кипятком завариваете, чем длительнее, тем более разрушаются все полезные вещества Которые там находятся, естественно, летом, когда вы собираете Это летние месяцы Июнь, июль, август В это время, но все зависит, где он растет, конечно И на зиму, конечно, можно уже насушить его В интернете можно более подробно почитать Конкретно, где он растет, как он выглядит Как его собирать более правильно, чтобы не повредить само растение То есть есть какие-то нюансы определенные, которые, конечно же, нужно знать Но большинство, конечно, людей, которые сейчас смотрят это видео, конечно, пойдут в аптеку Или специальные сейчас магазины, в которых все больше и больше появляются Различные сыроедческие и натуропатческие, так называемые магазины Где продают очень много различных растений, сушеных трав, полезных для здоровья Но это очень правильно, так и должно быть Очень много витамина С в этом растении, особенно в листьях Витамин Д также там содержится, накапливается И очень-очень много положительных эмоций и положительных отзывов И в Бурятии пишут, и в Тибете его используют, и в Монголии То есть и в книгах это записано Итак, приближаемся Что может это растение? Оно повышает тонус организма, укрепляет иммунитет Оно мобилизирует все силы организма, дает энергию И ускоряет обмен веществ, организм очищается лучше Тонизирует организм Приводит его в норму Очень полезно при потенции Антипохмельным напитком является, когда его настаиваешь Очень хорошо выводит из алкогольных запоев Болит за интоксикациями алкогольными Снимает усталость, как рукой Особенно его любят лесорубы, охотники, которые далеко очень уходят Они всегда используют либо Иван-чай, либо Сагандаэндалия Ардиолы розовые Такие вещи очень полезны в дальних походах Альпинисты, то есть очень нужные вещи Это уже давно доказано, что он реально восстанавливает силы быстро Снимает усталость Но опять же повторюсь, его не нужно пить большое количество Везде должна быть своя золотая середина Это не значит, что вы сейчас должны рвануть в аптеку Найти эту траву и от всех болезней его использовать Конечно, когда мы меняем свой образ жизни Более правильно питаемся, более натурально питаемся Выходим на природу То такого количества его не нужно, чтобы от всех заболевать Так иногда можно добавить его, настоять Когда много работаете и так далее Вот, например, в тибетской медицинской книге Дзейц Хар Микчан Автор советует собирать побеги этого кустарника с белыми цветками Но я думаю, что есть все-таки какие-то разновидности этого растения Поэтому можете изучить в специальных книгах о растениях То, что уже точно известно То, что в Тибете знания есть, что он продлевает жизнь Это правильно, конечно, я согласен И если вот используя вот эти дикие растущие травы Которые в себе могут аккумулировать такое количество различных веществ Которые влияют на весь организм То есть можно смело сказать, что это растение влияет вообще на весь организм То есть у него такое глобальное воздействие То есть не как-то там просто снижает давление А влияет на мочеполовую систему, на почки, на печень, да На головной мозг, на центральную нервную систему, на кроветворение Его можно использовать при ревматизме Прикладывать и делать наружные компрессы Когда есть физическая, умственная потребность, да То есть в большем количестве энергии его можно использовать Когда человек, как вот я, например, работаю очень много умственно То мне, конечно, необходимо, чтобы меня что-то подпитывало Либо я сам нахожу какие-то варианты, как я из медитации могу подпитаться От другого человека, в данном случае от своей жены Потому что она является батарейкой С другой стороны, вот есть растения, которые также могут отдавать свою энергию И таким образом у нас возобновляется энергия Применяя также его при простудных заболеваниях Сердечно-сосудистой системы, при почечных проблемах, как я уже говорил Применяется он и совместно с другими травами Когда уже травники имеют уже определенный опыт Знают пропорции, из древних книг получили знания Либо от своих родственников, которые передают у наследства эти знания Тогда можно его использовать для определенных целей и задач Когда есть какие-то заболевания Он очень действенный Опять же таки повторюсь, многие люди, они свято верят в фармакию, в таблетки, в лекарства, в инъекции И особенно взрослое поколение, старше сорока, пятидесяти Это вообще практически переубедить невозможно Люди реально с промытыми мозгами вообще свято верят просто Не понимают, как работает организм Я постоянно это в своих лекциях говорю, что организм наш Это биологическая самовосстанавливающая система энергоинформационная Поэтому, если понимать, как он работает И можно воздействовать на него довольно-таки эффективно Без всяких врачей, таблеток и так далее Существует большое количество кислот различных органических внутри Есть так называемая линоленовая кислота, которая содержится в сагандале И именно относится к незаменимым жирным кислотам класса омега-3 Опять же таки повторюсь, напомню вам, что омега-3 является очень большим дефицитом в нашей современной жизни Большинство продуктов, которые сегодня изготавливаются на заводах, изымается просто омега-3 Если содержится омега-3, то продукты начинают очень быстро портиться И поэтому при обработке каких-то продуктов, растительное масло подсолнечное Оттуда просто изымают как раз вот это омега-3, чтобы оно быстро не портилось И там уже практически ничего не остается полезного Кто не видел моих лекций по омеге-3, омеге-6, омеге-9, можете посмотреть Там более подробно это все рассматривается Есть смолистые вещества, да, фенолы, гликозит-рутин, так называемый, который уменьшает свертываемость крови Оказывает благоприятные действия на капилляры Урсоловая кислота, которая сжигает жиры и используется для похудения Алиановая, алианоловая, алиановая, необходимая для здоровья сердца, сосудов Бигеновая, аскорбиновая, то есть очень много различных кислот, которые содержатся и очень благоприятно влияют И вот в этих растениях, что интересно, иногда вот пишут, что одни микроэлементы сочетаются с другими микроэлементами А если пить другие макро- или микроэлементы параллельно, то первые не будут усваиваться, то есть они являются как бы антагонистами друг другу То вот в этих веществах, которые есть в природе, там уже все настолько дозировано в них находится в определенных пропорциях, что, конечно же, очень хорошо усваиваться для организма человека И там не нужно думать, какие нужно еще дополнительно принимать препараты, витамины какие-то там, либо из пищи, чтобы что-то хорошо усвоилось То есть природа сама нам предоставляет такую концентрацию, которая нам необходима Конечно же, и содержат там и другие компоненты, флавоноин, кверцитин, так называемый, который проявляет антивоспалительное действие, является антигистамином То есть антигистаминные препараты, это когда у вас имеется какое-то воспаление, зуд, чешется что-то, аллергического плана, то как раз врачи всегда назначают антигистаминные препараты И вот в этом растении есть так называемый антигистаминный эффект, который будет вот этот зуд убирать и уменьшать Замедляет сердечный ритм, как я уже говорил, повышает сократительные функции сердечной мышцы Сегодня у многих людей, конечно, большие проблемы сердечно-сосудистой системы, и холестерин там содержится в сосудах, да, и сердце вялое, дряблое, так называемое Многие люди, они в городе живут, мало двигаются, больше у телевизора кушают неправильно Конечно же, это растение очень серьезно влияет на центральную нервную систему, стимулирует мозг, очень полезно для работников умственного труда Да, улучшает именно процессы запоминания студентам, рекомендую, повышает внимательность, ускоряет мыслительную деятельность Да, я думаю, что даже, наверное, и люди, которые духовными практиками занимаются, в некоторых ситуациях можно их использовать Шаманы используют эти вещи, этому растению, да, бурятскому чаю придают очень много магических свойств, значений Да, я не удивлюсь, если вот эти вот секретные различные травы, которые применяют шаманы в своих ритуалах, что и часто вот они используют и вот эту вот траву Очень эффективно воздействует, да, когда есть камни в мочевом пузыре, помогает избавиться от неврозов различных Воздействует и на другие системы организма, стимулирует и повышает мужскую силу, выносливость И еще очень важно, что не только внутрь его можно использовать, но его можно использовать и при наружном применении Когда у человека раны, является как рано заживляющая, да, когда у человека болят суставы, можно прикладывать компрессы Многие говорят, что у таких трав нет противопоказаний Противопоказания, конечно же, есть, потому что некоторые люди, они не могут остановиться Они считают, что вот я сейчас там выпью 5 литров, я оздоровлюсь, конечно, часто бывает опасно Потому как может очень сильно понизить артериальное давление, поэтому нужно быть поаккуратней Также его используют, когда есть диарея, язвы Очень позитивно влияет на заживление язв Там есть такие вещества, которые очень благоприятно действуют на определенный вид микроорганизмов Естественно, вещества, которые в наших природных, да, симбиотную микрофлору, которая живет в кишечнике И воздействует, естественно, на болезнетворные бактерии, их подавляет Имеется, конечно же, противопоказания такие относительные, да, когда при беременности маленьким детям нельзя в большом количестве давать И какая-то индивидуальная непереносимость, естественно Обычно такой препарат достаточно выпивать в день, когда есть определенные заболевания, недуги, один стакан То есть берутся от двух до пяти листиков, завариваются на стакан воды То есть температура воды должна быть до 45 градусов по Цельсию Настоять 15 минут, процедить и уже с самого утра можно применять, в день по одному стакану выпивать И до улучшения самочувствия То есть смотрите, какой пульс у вас, смотрите, как вы себя чувствовать начинаете Спортсмены, которые в спортзал ходят, также можно применять людям умственного труда У которых большая физическая нагрузка, тоже он очень хорошо подходит И естественно, как для профилактики, потому что есть там компоненты, которые нужны нашему организму В том числе омега-3, в том числе витамин С Естественно, я уверен, что в каждом фрукте, овоще, траве Там такое сочетание этих минералов, которые где-то лучше всасываются, где-то хуже всасываются Потому что, когда, допустим, очень много дубильных веществ в каком-то растении То оно замедляет всасывание других веществ Но это так специально сделано природой Когда есть уже знания определенные у травников, у натурупатов, у людей, которые этим интересуются Они прекрасно понимают, как воздействуют на организм те или иные вещества В каком случае его меньше нужно давать, в каком случае его надо больше давать И опять же таки повторю, что вот эта трава, она очень благотворно влияет на все органы Без исключения, и можно очень долго это перечислять Что оно прилив энергии дает, борется с различными хроническими недугами Придает организму новые силы, избавляет от головных болей, бессонницы Потому что многие люди тоже тогда в свое время меня спрашивали про головные боли Вот это как раз один из компонентов, который можно использовать, если у людей постоянно болит голова Я уверен, она очень эффективно борется с выводом и шлаков, и токсинов из организма Стабилизирует процессы метаболизма Итак, заканчиваю эту видео лекцию Спасибо за внимание, всего вам самого доброго, до свидания Спасибо за внимание!